Я вам из Москвы и, наверное, вы тоже знаете, что попадать из зимы в лето в феврале это, наверное, самое великое счастье, которое может случиться вообще с человеком наших широт, по крайней мере. Но я отнюдь не москвич, я на самом деле нижегородец, я родился в Нижнем Новгороде и вот, собственно, Света ведь тоже там родилась и там жила, насколько мне известно. Ну, в советское время он назывался Горький. И я думаю, что если кто-то из здесь присутствующих когда-либо бывал в этом городе... Бывали! Вот, наверняка вы должны хорошо знать, что весь исторический центр представляет из себя, ну, скажем так, большую такую деревню, состоящую из маленьких, максимум двухэтажных там построек, которые, в общем-то, зачастую непригодны практически для человеческой жизни. И вот мы с мамой жили именно в таком доме очень много лет. И из сомнительных удобств в этом доме было печное отопление. Даже воды не было, ну, в общем, воду мы проводили уже сами потом, и то она была только холодная. И, естественно, каждую осень, когда начинались проливные дожди, крыша начинала неизменно протекать, чем-то ее не крой в течение лета. И на потолке, на этом беленом древнем потолке, проступали водянистые такие узоры, разводы, на которые я любовался, как вот люди любуются на облака, да, и каждый там представляет что-то свое, фантазирует. Вот я также смотрел на эти водянистые разводы. И каждый вечер, поскольку они были новые, фантазий тоже было очень много, и я таким образом быстрее засыпал. Спустя много лет я написал об этом стихотворение, которым я хочу предварить свое сегодняшнее небольшое выступление, знакомство с вами. Очень надеюсь на то, что мы с вами станем большими друзьями, будем встречаться с завидной регулярностью. Вода заползла на узор потолочный, размыв очертания древних фигур. За стенкой ругается с женщиной склочной, веселый и пьяный сосед, балагур. Я больше, чем счастлив, я меньше, чем молод. Мне кажется, вечер еще веселей, когда атакует ноябрьский холод с нарядами влаги из дыр и щелей. Мое пианино фиаско из клавиш, игра неказиста, мотив нарочит, но если ты, Боже, меня не оставишь, оно заиграет, оно зазвучит, оно заиграет, оно заиграет, летя и врачуя, сердца обведя гармоничным перстом. Я верю, я даже не верю, я чую. Так будет, так будет когда-то потом. Надежда на завтра, губительный вирус, гвоздями рассвета прибьет ко кресту, и время мое, как рубашка на вырост, износится раньше, чем я дорасту. Иглой патефонной изорван, исколот, зажжен он, как пленка, старинных кассет. Я меньше, чем счастлив, я больше, чем молотый. Играю все так же, но пью, как сосед. Можно побольше гитары? Сделай, сделай, играй. Издалека пароходный вой, Гаснет светило над головой, Ветер играет сырой листвой, Пылью дорожной моей полны глаза. Пристань река посреди камней, Мы ловим свое отражение в ней, И с виду мы стали чуть-чуть умней. Лук же каплитый, и дым развеется. Так же красиво горит огонь, Теплую стала твоя ладонь, Чайка парит над большой водой, И так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выйду я, И сам себе завидуя, Вдруг воскликну, Господи, Дай оглядеться Через горы крови я, Быть счастливым вправе я, Босиком по городу Моего детства. Время стирает границы снов, Мне не хватает привычных слов, Выразить то, что сказать готовь, И по поводу, и без повода. Детское эхо в тиши двора, Волосы мамы из серебра, Женщина из моего ребра, Где-то бредет скромыслом поводу. В ночь из дома выйду я, И сам себе завидуя, Вдруг воскликну, Господи, Дай оглядеться Через горы крови я, Быть счастливым вправе я, Босиком по городу Моего детства. Нынче такая стоит пора, Нынче такая стоит пора, Детство. Нынче такая стоит пора, Детство. Детство Затихли бары, спят пивные В ночи по кухне семеня Жена готовит от пивны из недобитого меня На крыше ветер гнет антенны В коробке сока пестрый жмых И эти каменные стены скрывают нас от нас самих Муж моей жены возвращается Утром крадется как вор Громыхает кастрюлями, проливает компот на ковер Он не рубит в политике и не очень хороший актер Но зато он так любит поддерживать твой разговор Муж моей жены поребячий на имену прям как осел И бывает заносчив, как в Америке русский посол А еще он звезда близлежащих районов и сел И когда у нее внутри все порваны нити Все движения скованы, все связки напряжены Вы же добрые люди Вы же сразу звоните Мужу моей жены Мужу моей жены Возвращается утром крадется как вор Громыхает кастрюлями, проливает компот на ковер Он не рубит в политике и ему недоступен фавор Но зато он так любит тебя И когда у нее внутри все порваны нити Все движения скованы, все связки напряжены Вы же добрые люди Вы же сразу звоните Мужу моей жены Мужу моей жены Мужу моей жены Мужу моей жены О-о-о-у Да-да-да-да-да-да-да-да-да... О-о-о-о-у Спасибо большое. Спасибо.